Приоритетом в работе районной власти является повышение комфортности жизни славянцев. Трудно переоценить в этом плане встречи с жителями, когда озвучиваются вопросы, их волнующие, и ищутся решения, которые смогут удовлетворить растущие потребности наших сограждан. В репортаже, который открывает выпуск новостей, мы расскажем о встрече главы Славянского района с жителями Южного микрорайона. Один из самых молодых в нашем городе, Южный микрорайон, развивается уже более 20 лет. За это время здесь многое сделано. Построено немало современных красивых домов, подведены все необходимые удобства, на участках и улицах зеленеют деревья. Глава Славянского района вместе с представителями городской администрации и всех заинтересованных служб встретился с населением микрорайона. Сразу же Роман Сенеговский констатировал изменения к лучшему, которые произошли в последнее время. Есть остановка для маршруток. Куда они заезжают, а раньше этого не делали. Вопросы о грейдировании дорог и строительстве тротуаров, освещении пешеходного перехода и ряд других Роман Сенеговский обсудил на встрече с жителями микрорайона. Глава Славянского района призвал собравшихся к пониманию реального положения вещей, сказав, что все, что возможно, власть сделает. Давайте по порядку. Тротуар сейчас посмотрим, примем решение. Возможно, мы его, если 100 метров, возможно, мы его сделаем в этом году. Что касается дорог, лето не закончилось, Николай Викторович. Дороги надо агрейдировать, дороги надо подсыпать. Затем Роман Сенеговский вместе с жителями прошел по улицам к федеральной трассе, где и обсудили состояние дорог освещения. Подытоживая обсуждение этих актуальных вопросов, глава района сказал, что будет проложен тротуар от микрорайона до остановки общественного транспорта на улице Пролетарской и оборудована лестница для подъема к остановке. Определена территория под спортплощадку. Строительство запланировали на следующий год. Найдено техническое решение по освещению пешеходного перехода рядом с остановкой. Для удобства жителей будут внесены изменения в график движения маршруток номер 6 и 6А. Кроме того, подготовлен и утвержден главой района перспективный план мероприятий по благоустройству микрорайона. По поручению Романа Сенеговского, глава Южного округа Наталья Величко встретится с жителями и подробно проинформирует их по каждому пункту плана. Жители микрорайона уверены, что будут реальные изменения к лучшему. Жители просят то, что надо. Я думаю, все это выполнится, все это сделается. По поводу транспорта, по поводу тротуара, выход, который на остановку идет, маршрутное такси. Все это будет согласовано и все эти вопросы, я считаю, будут сделаны. Через неделю мы будем отчитываться перед жителями. Придем здесь, встретимся с Натальей Александровной, с главой. И все ответы дадим, какие сроки будут выполнены все. Обустройство микрорайона Южного – это, конечно, дело не одного дня. Но благодаря объединению усилий властей всех уровней, он постепенно будет приобретать все большую комфортность для проживающих там славянцев. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова